Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о самом маленьком Wi-Fi реле, которое когда-либо мне попадалось. Это Sonoff Micro 5V USB, которое, как следует из названия, подключается и управляет стандартным USB разъемом. А также расскажу об одном из способов интеграции аккаунта Everlink в систему Home Assistant, который позволит без доработок, перепрошивок и с сохранением всей полной штатной функциональности и пробросить все гаджеты из аккаунта Everlink в систему Home Assistant. Модель Sonoff Micro. Вход-выход USB-A 5V до 2,5 А. Интерфейс управления Wi-Fi 2,4 ГГц. Приложение Everlink с поддержкой Google Home и Amazon Alexa. Размер 31х26,5х33 мм. Вес 17 грамм. Поставляется крохотная новинка, стандартная для продукции Sonoff последнего поколения, зеленой коробочки с контурным изображением устройства. Сзади перечислены параметры устройства и комплект поставки. Для понимания размеров, коробка с реле рядом с обычным спичечным коробком. Она реально очень маленькая. Кроме реле в коробке нашлось место для небольшого мультиязычного буклета, русский язык присутствует. Квадрат с QR-кодом для подключения устройства и логотипа на черном фоне. Реле предназначено для работы стандартным USB-A портом. Корпус сделан из белого пластика, на нем есть кнопка для ручного управления и синхронизации, два светодиода. Со стороны входного разъема на корпусе продублированы параметры устройства. С положенной стороны коммутируемый выходной разъем. Тут изображен логотип производителя. Еще один масштабный слайд со спичечным коробком для демонстрации реального размера реле. Тем не менее, реле достаточно широкое, чтобы перекрывать соседний USB-разъем. Например, при подключении к удлинителю Xiaomi с тремя USB-портами для питания и зарядки устройства. Хотя в данном случае проблема легко решается, установка реле в ближний край упор, но этот момент нужно учитывать при использовании многопортовых зарядных станций. Устройство работает в приложении Avalin. Нажимаем «Добавить новое устройство», выбираем режим сканирования QR-кода. Наводим камеру смартфона на идущий в комплекте код. Далее надо подождать пару минут, пока телефон соединится с реле, передаст параметры подключения к сети. После этого реле перезагрузится и соединится с указанной Wi-Fi сетью. Задаем мимо устройства. Плагин Sonoff Micro ничем не отличается, например, от плагина Sonoff Basic или Mini. В центре окна кнопка управления состоянием реле. Внизу три опции «Поделиться устройством», к этому мы вернемся чуть позже. Меню расписания включения и выключения, единоразово или периодично, и таймер. В настройках можно проверить версию прошивки, включить уведомления о работе реле и посмотреть его параметры. В логе записывается время включения и выключения. Из главного меню можно включить режим LAN для прямого обращения к устройству. Облако Avalink работает очень быстро, даже без активации режима LAN. Реакция реле почти моментальная. Проверим незаявленную мощность. Тут важно не забыть, что реле не может отдать больше, чем может получить. На дохлом блоке питания не стоит ждать хороший результат. При помощи электронной нагрузки поднимаю мощность почти до 14,5 Вт. Это явно выше заявленного параметра в 12,5 Вт, 5 Вольт, 2,5 Ампера. Так что тут все в полном порядке. Перед тем, как начать интеграцию аккаунта Avalink Home Assistant, нужно упомянуть один важный момент. Дело в том, что облако Avalink не позволяет одновременного входа под одними и теми же учетными записями с двух и более устройств. То есть, если вы будете использовать один логин и пароль в Home Assistant и на телефоне, то зайдя в Home Assistant, вас разлогинят в приложении. А если вы зайдете в приложение, то все устройства в Home Assistant из этого аккаунта уйдут в офлайн. Выходом из положения является создание еще одного аккаунта Avalink, специально для Home Assistant. Из вашего основного аккаунта, используя опцию «Поделиться», вы просто даете доступ к нужным устройствам для аккаунта Home Assistant. Тем самым, вы управляете отдельно и на телефоне при помощи приложения Avalink, и в Home Assistant своим аккаунтом. Итак, создаем еще один аккаунт, например, на другом телефоне или планшете. А в основном аккаунте делимся доступом к устройству на новую учетку. Вот так работает одно устройство с разных аккаунтов. Синхронизация тоже почти моментальная. А теперь приступим к интеграции. Я использую компонент Питера Буги, ссылка в описании. Он позволяет получать доступ к аккаунту Avalink и управлять находящимися в нем устройствами. Проще и быстрее будет сделать все при помощи штатного конфигуратора. Создаем, если у вас еще нет, папку Custom Component. В репозитории переходим в папку Компонента Sonoff, копируем ее название и создаем ее в своей папке. Возвращаемся и открываем первый файл, init.py. Для переключения в текстовый режим нажимаем кнопку Rout. Копируем его имя и создаем у себя такой же файл. Теперь просто копируем содержимое файла с гитхаб и вставляем в свой файл. Сохраняем. Повторяем для всех файлов. Этот способ удобнее и быстрее, если нужно скопировать несколько файлов из репозитории. Если много, то проще будет скачать и залить по FTP. После этого возвращаемся на главную страницу репозитория и копируем шаблон для Configuration YAM. Добавляем к себе и выбираем все лишнее. Все значения я оставил по умолчанию. В поля логин и пароль прописываем данные, вновь созданные учетки, которые имеют доступ к нужным реликам. Запускаем проверку конфигурации. Если ошибок нет, перезагружаем Instance. После перезагрузки идем в панель состояния. По названию Sonoff ищем новое устройство. Не знаю почему, но конкретно это реле добавилось как 4 сущности, причем рабочая только первая. Это можно увидеть при тестировании. Смартфон управляет реле с основного аккаунта, в Home Assistant отображается статус склона. Не исключаю, что в будущем появится 4-х портовое устройство. Обратная связка Home Assistant и V-Link тоже работает почти моментально. Реакции на изменения остальных в трех реле нет. В итоге можно параллельно задействовать реле, причем не только это, а любое, в автоматизации Home Assistant и управлять им через родное приложение. Еще раз хочу уточнить, что показанная интеграция работает не только с героем обзора, но и с другими реле. Лично я проверил Sonoff TH16 и iFan 03, причем в последнем случае для всех режимов работы вентилятора появились отдельные свечи. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!